Девушки отдыхают Вологда Чеваката и Энергия Иванова Представляю вам наших сегодняшних комментаторов Это Светлана Явкина, мастер спорта по баскетболу И Александр Ундасынов Сегодня дебютирует в качестве комментатора Саш, каким образом? Я слежу за Бизон ТВ Пишу критику какую-то Борислав, конечно, отозвался Гима России Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и приятный момент День рождения Лены Барановой Юбилей Сам Сергей Геннадьевич Фомин будет поздравлять Комиссар Сергей Геннадьевич Фоминова Уважаемые участники Уважаемые, уважаемые гости Этого прекрасного зала Сегодня действительно Знаковый день для всего российского баскетбола Потому что сегодня исчезает человек Который с золотыми пунктами Писал свое имя Не только в европейских Не только в российских Мировых городах Это факт? Олимпийская чемпионка Парселона Двухкратный чемпион мира Двухкратный чемпион мира Лучший уровень чемпионата 98-го года Двухкратный чемпион Двухкратный просьбый Презем чемпионата Европы Обладает Двуха Регалии Чемпион Регалии Сергей Геннадьевич Фомин Перечисляет Регалии Елена, я думаю, что это займет Достаточно много времени По поводу Елены Барановой Ваши отношения, ребят Примером настоящего профессионализма Спортивного долголетия И что меня очень радует Что Елена в прекрасной форме И жажда игры до сих пор с ней Это очень здорово Мне кажется, это отличный пример Для молодых игроков Играла же с Леной Свет Несколько сезонов В ЦСКА мы играли И как партнерша Как бы очень прекрасный игрок Александра Никола По поводу Елены Барановой По поводу Елены Барановой Сергей Геннадьевич Фомин выразил уверенность, что Елена сделает много для российского и мирового баскетбола. Передал. А еще сделала. Ну и еще сделает. Передал поздравления от президента федерации Александра Красненкова. Там памятник. А как дать я на память? Очень тепло вообще зрители. Очень любят команду. Всех игроков. Кто? Молокат. Займатрюшка. И Валентина Николаевна Черепанова, директор баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» присоединяется к поздравлению. А детки хлопают, смотря на маму с трибуны. И радуются. Команда поздравляет Екатерина Кейра, Ульяна Шулепова. От имени команды выручают и поздравляют. По имени отчества я хочу заметить. Екатерина Викторовна, да, вы это слышали. Нет, у меня такая, Сергей Юрьевич Панов. Да. Отличное поздравление Екатерины Кейру. Екатерина Кейру и... Ульяна Шулепова. Да, Ульяна Шулепова. Ну, просто Ульяна Шулепова не говорила. Ульяна Шулепова, по-моему, вообще сторожила команда. Да. Одна из сторожей, наверное. Я хочу поблагодарить тем, что большое спасибо. Екатерина Шулепова говорит не может. Да, да. Я всегда знала, что федерация ко мне очень хорошо относится. Большое спасибо. Я буду вас радоварища долго. Как говорится, не дождуйтесь. В интернете читал отзывы болельщиков о том, что Лена Баранова способна играть лет до 50. Вы как считаете, ваше отношение к этой ситуации? Мне кажется, на данный момент Елена ни в чем не выступает молодым. Я поддерживаю, да. Вообще в баскетбол можно играть, мне кажется, и не только до 50. Можно всю жизнь играть в баскетбол. Что мы с тобой с успехом и делаем? Да, и Саша, так же, да? Ты же в чемпионате Москвы выступаешь за кого? На любительском уровне по Беркуту я играю. Возвращаемся к профессиональному уровню. Что нас ждет сегодня, на ваш взгляд? Энергия Иванова, 10-е место в премьер-лиге. Но, тем не менее, коллектив показал свою силу, да, в каких-то матчах? Соответственно, недавно был матч в Иваново против Динамо Московского. В овертайме в тяжелейшем Иваново все-таки проиграло. Но, мне кажется, в этой команде на данном этапе нечего терять. И выкладываться будет по максимуму. А как мы видели, против команды Бельгии недавно в рамках Еврокубка у Вологды были определенные проблемы с концентрацией против соперника, который вроде бы как уступает. Поэтому, я думаю, что сегодня будет интересно посмотреть. И хорошая тренировка для обеих команд. В прошлом году, в прошлом сезоне, «Энергия» выиграла 2-ю дивизион в Суперлигу. В этом году дебютирует в премьер-лиге. Да, Евгений Григорьевич Снегирев, я считаю, слепил неплохую команду. Потому что практически те же самые игроки, да? Да, он растет. Или обновился состав по сравнению с теми девочками, которые играли в премьер-лиге. Может быть, добавились? Милан, например, из Надежды. Из Ежова. Да, из Ежова. Ну, она в середине сезона перешла как раз-таки из Вологды. Плюс Наталья Доровских из молодежной команды Вологды. Ну, опять же, там ушли два игрока. Это Люба Смородина и еще одна, по-моему, четвертый номер. Я не помню просто. Я, к сожалению, тоже не могу сказать. Представим судейскую бригаду. Старший судья. Рафаэль Ганиев, ФИБА, Калуга. Судья Максим Корнев. Всесоюзная категория Калуга. И судья Владислава Воронина из Ростова-на-Дону. Также всесоюзная. Санисар Сергей Фомин, ФИБА, Смоленск. Составы команд. Начнем с гостей, да, наверное? Конечно. Капитан команды энергии Вера Лоскутова. Под номером 4. Под номером 8 Ксения Зезина. Под номером 10 Алла Гаврилица. Под номером 11 Ольга Киселева. Номер 12 Наталья Васильева. Номер 13 Марина Шалыгина. Номер 14 Дарья Ежова. Номер 15 Елена Кривошеева. Номер 17 Елена Новикова. Номер 21 Ольга Жужгова. Номер 23 Наталья Доровских. Номер 31 Милана Сумец. Тренер команды Евгений Григорьевич Снегирев. Команда Волода Чебаката. Номер 4 Екатерина Кейра. Номер 5 Ульяна Шулепова. Номер 6 Лори Мор. Номер 7 Светлана Махлина. Номер 8 Мария Черепанова. Номер 12 Олеся Малошенко. Номер 15 Юлия Киселева. Номер 18 Александра Столяр. Номер 31 Кристина Аликина. Номер 32 Елена Волкова. Номер 44 Елена Баранова. Капитан команды. Номер 50 Джессика Девинфорд. Тренер Ольга Александрович Шунейкина. И помощник тренера Владимир Крашенин. Ну у нас практически вот уже команды появились на паркете. До стартовых составов. У Иванова это номер 4 Вера Лоскутова. Номер 17 Елена Новикова. Номер 21 Ольга Жужкова. Номер 23 Наталья Тороских. И номер, я не вижу, а Милана Сумец. Милана Сумец номер 31. У Вологды это Лори Мор номер 6. Джессика Девинборд на стартовом выбрасывании. Номер 50. Кристина Аликина номер 31. Мария Черепанова номер 8. И Светлана Махлина номер 7. Первый бросок у Иванова. И первый пол тут же. После подбора Милана Сумец. Мы слышим болельщиков Ивановских, да, которые приехали. Они практически друг напротив друга. О, я думаю, что у нас будет битва не только команд, но и болельщиков, да, как бы фанатских таких. Тамтамов. Тамтамов, точно. По численности примерно равны фанатские группировки, я бы сказал, так на глаз, да? Да, на глаз равны. Смотря сколько барабанов у одних и у других. Тем временем Ивановская Энергия выводит мяч из лицевой атакы Миланы Сумец. Лори Мор забирает отскок. Кристина с мячом. Света Махлина. Три очка. Бездесущая Черепанова. Более команды сейчас стоят персональную защиту. Вот, поэтому у нас тут довольно интересные дуэли. Ох, какой заброс. И Джессика. Ну и сколько движения было перед этим забросом, да? Да. Игроки создали возможность, быстро двигая мяч, хорошее открывание. Хорошая атака была у Вологды. И вот отвечает... Офига два очка, Наталья Доровских. Маша Черепанова. Как быстро ходит мяч. Лори Мор. Прошел на революционный размен как раз таки и хотят довести до Джессики. Джессика с маленькой. Не могут никак. Мария Черепанова в сложном проходе. В тягучем таком, я бы сказал. Со сменой ритма где-то на шагах. Тоже осталась против маленькой, да? И, так сказать, решила попытать счастье в быстром проходе. Вот на повторе нам эта ситуация сейчас видна. В тягучем таком. 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 Мы знаем, что Маша хорошо пробивает штрафные. И второй. 2-2. Сыграли полторы минуты. Ольга Жужкова. Кристина подбирает. Тевенпорт успела выйти и помешать броску Ольги Жужговой. Света Маплина. Ух, какой. Какой этот. Навес штрафную. Да, да, да. Отличный переклад. Лори Мор. 3-2 идут. Мария Черепанова средний. Кристина, как обычно, бьет на подбор. Еще по прошлому сезону за Динамо Кристина прям... Запомнилась. Запомнилась, потому что сбегала с локтями, с коленями. А до того за Новосибирск еще, я помню. Ведь у бойцовских качеств, конечно, всем известны. Снова неравнацельный разъем произошел. Валетчики подсказывают. Да, валетчики там кричат 3-2. Нужно бы раздать было. Успела выбросить Вологда, но мяч отскочил. К игрокам энергии. Снова атака Вологда. Но с атаки вообще по 5-7 секунд. Команда играет без разведки. С активным быстрым нападением. Ой, отличный пас, отличная скидка. И Джессика Девенкор. Удалось довести до центровой, удобной позиции. 4-2 повела Чеваката. Что мы можем сказать по первым минутам, Бориславович? Активно Наталья Дороскин. Дороскин. А с 3 атаки оказывалось уже несколько раз. Ну, я смотрю, вот, девчонки из Иваново совсем не тушуются, да? Ой, 3 очка Светы Махлиной. Образцовая техника исполнения 3-х очкового броска. Смотрите и учитесь, да, что я могу здесь по этой ситуации сказать. Милану Сумец. Ой, отвечает 3-х очкового. Отвечает тем же. Хотя и от забора, но считается. 7-5. Сыграли 4 минуты. Готовится замена в составе Ольги. Или нет? Готовится. Я думала, Лори Мор нашла Джессику передачей. И Ольге Жушковой ничего не остается, как спалить на Джессике. Все мы знаем, что Джессика левша. И если получается с левой стороны, то это либо фол, либо гол. И вот первые замены в составе Чевакаты выходит именинница Елена Баранова. Она меняет Кристина Аликина. В составе Ивановой Энергии выходит номер 8. Это Ксения Зезина. И номер 10 Алла Гаврилита. Алла является одним из лидеров по результативности Ивановской команды. Сколько она в среднем набирает? 8,7. За игру, да? Да. К сожалению, у Иванова нет ни одного игрока, который живет более 10 в среднем за игру. Тем временем, один из двух попала Джессика Девенпорта. Я подменял. Не очень удобный пас сейчас был от Веры Лоскутовой. Я все ждал, насколько долго смогут баскетболистки Иванова играть с такой интенсивностью. Мне кажется, они в каком-то мере оказались заложницами такого высокого темпа, в котором начали игру. Такой темп характерен много невынужденных ошибок может быть, что мы и видим. Удалось подобрать отскок вологодским баскетболисткам Лори Мор в атаке. Лучше вдвоем, чем никто. И Маша Черепанова, какие три очка. Не раздумывала ни секунды, по-моему, да? Уверена прямо. Отвечает. Отвечает трех очков на Дороских. Маша с мячом, Лори Мор, Света Махлина. По-моему, стоят в зону, мне кажется, Иванова. Да, они поменяли защиту. Да, стоит в зону. Маленькие игроки по периметру бегают. И совсем одна осталась Джессика. И просто ничего не оставалось, как взять и... Я бы хотел, Владимир Иванович, прекрасно занятая позиция Джессика. Посадила на спину, получила мяч. Но она там разобралась, что никого не было. Пробежка свистят судьи. Максим Корнев определяет пробежку игрокам из Иванова. В составе чуваката Елена Волкова. Выходит она меняет Свету Махлину. И у Иванова это выходит Дарья Ежова. Ольга Киселева, номер 11. И номер 15 Елена Кривошеева. Ну, очень... И, кстати, значимая сразу профессиональная... Джессика через руку бросала. Киселева подобрала мяч. И Дарья Ежова... Перехватывает Баранову мяч. Бежит быстрый прорыв сама. Нашла Лори Мор. Ох, как красиво. Причем она посмотрела, хотела отдать его первый тайм-аут. Баскетбол наоборот, да? Пятый номер оказался... Высокий игрок на дуге. Первый номер оказался внутри, под кольцом. Но Лори не растерялась и переправила. Это ничуть не смутило. Не... Не центрового. Вот эта ситуация. Заброс. И Лори Мор успела сделать красивые такие па, я бы сказал. Очень быстро. А мы можем послушать Ольгу Александровичу Нейкину? Вот она очень близко с нами находится. Плечо, уточку сразу, уточку сразу. Кися, ты поднимаешься на сторону, Бараша. И все. И дальше главное движение. Мяч не держим, быстро бегаем, быстро передаем мяч. В защите отрабатываем со своими. Кися, они бросковые, они бросковые. Прямо что в руках кителям может играть. Сейчас пойдешь, пойдешь, полошняк. Баран у нас... Минутный перерыв. Группа поддержки выступала, очень веселая. Такая зажигательная у них композиция была. Шесть минут прошло, но вот обозначилось уже преимущество хозяек. Плюс десять за шесть минут. В общем-то достаточно серьезный задел, я бы сказал. Я бы тоже сказала, что это достаточно серьезный. И они начинают уже на... Удастся ли энергии зацепиться за Вологодскую Чевакату в этой ситуации? Вот эта атака должна быть достаточно показательная. Блокшот от Лены Барановой, Елены Волковой. С мячом. Чуть-чуть не увидела Катю. Да. Чуть раньше надо было отдать, наверное, Кате Кейру. Она не видела. Еще, видимо, в безопорном положении так получила какое-то касание. Да, и Катя немножко недовольна этой ситуацией. Здесь у нас мячом против Волковой. И два очка. Два очка забивает Ольга Киселева. Уверена так. У нее сейчас преимущественно по скорости перед Юлией Киселевой. Чем она и смело пользуется. Катя Кир, Елена Волкова, Елена Баранова на периметре ищет заброс Киселевой. Вот, соответственно, на Юлию Киселевой плохой пас. Не точно, не точно передача. И вот еще одна замена в составе Вологды. Саша Столяр. Саша Столяр, да. Уходит отдыхать на скамеечку. Маша Черепанова. Мне кажется, сейчас будет отлично засчитана периметра в исполнении Вологды. Потому что все три девушки отлично работают. И, кстати, Вологда тоже зону стоит. Тут же первый пол. Александр Столяр. Достаточно легкий состав сейчас у Энергии, мне кажется, да? Да. Легкий, подвижный. Елена Волкова подобрала мяч и сама несется. Нет, остановила атаку Катя Кейро. Не удалось подобрать отскок. В угол пошел мяч. Ежова идет в левую сторону. Отбрасывает наверх Кривошеевой. Василева с мячом. Пас на Гаврилицу. И там блокшот по полу. Двойной, я бы сказал, двойной блокшот. Кейро с мячом. Мне кажется, нужно отдать Юре. Там Юлина голову выше. Подбор Лены Барановой. И на ней полят. А вы говорите, сколько раз болит. Да. В принципе, сейчас масса вариантов у игроков Вологда и Ольги Шунекиной. Потому что, во-первых, много игроков, которые превосходят оппонента к в росте практически в каждой позиции. А также исправно бьют из-за дуги. Так что против зонной защиты существует масса вариантов. Первое очко набирает Елена Баранова. Счет 18-9. За 2 минуты 10 секунд до кончания первого периода. Два очка забивает номер 15. Это Кривошеева. Через Юлию Киселеву с отклонением. Очень красивый мяч. Левой ручкой. Не постеснялась. Левой ручкой. Сколько движений. Сколько движений. Александр Столяр и Юлия Киселева. Отлично. Какая. И пол. Дают Ольге Киселевой. Ольге Киселевой. Это первый пол. Хорошее взаимодействие показывает связка больших. Вот мы видим в повторе. Неважно кто находится наверху. Баранова или Киселева. Всегда следует заброс на игрока. Который находится в нижней позиции. Ближе кольцу. В тем временем вышла Наталья Васильева. В составе Иванова. Номер 12. Дарья Ежова мчится. Просто мчится. Ох и там Лена уже ждала ее наверху. На втором этаже. Видимо обрадовалась даже. Что такой открылся коридор. Да. Гаврилица с мячом. Киселева. Ежова. Кривошеева два очка. Два очка. Чуть-чуть наступила. Нашли свободный бросок баскетболистки Иванова. Иванова сбросали зону. Какая обидная потеря. И Дарья Мчит и Ежова набрасывает. Вот там Лена почти успела. И времени в разницу уже сгорелось до шести очков. Удалось зацепиться гостям за Мологду. Иванова с трехочковой дуги. Елена Баранова подбор. Катя Киева с мячом. Юля хорошо увидела. И Столяр три очка. Не задумываясь. Просто не задумываясь. А какую пластику передать не показала Юля Киселева. Да. А она едва успев ухватить кончиками пальцев мяч. Уже пошла передача в угол. Катя Киева подбирает очередной подбор. И Столяр в отрыве два очка. Еще 24-13. Вот он опять рывочек. В течение 15 секунд Саша Столяр приносит своей команде пять очков. А у нас осталось всего ничего. Видимо последнее владение в этом периоде. У команды Иванова ты думаешь? Потому что еще одна атака-то будет. Киселева там борется на позоре с Кейро. Заступ. Да, видимо заступ. Четыре секунды. Саута она. Пять, 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 пять. В первой четверти. Что будет? Комбинация. Большой. У Елена Баранова. Три очка. Мне кажется сумасшедший процент попадания трех очков. Интересно. Я сейчас схожу за статистикой. Что можешь сказать, Саша, по первой четверти? Ну, бурное начало. Иванова, конечно же, пытались сразу же взять бокоза рога и показать, что они не боятся. Вот. Далее темп выровнялся. Плюс Вологда включила обозначающий прессинг на три четверти площадки. И, в принципе, тут же уже сказался класс игроков. То есть мы видели несколько ошибок. А вот мы смотрим повтор. Отличная комбинация. Трех очкового броска, когда Лена Баранова вышла на периметр. И свободно, свободно пробила трех очковый бросок. Так, перед нами уже статистика. Да. Смотрим статистику по подборам. 16 подборов у Волога Чеваката и 7 подборов всего лишь у Энергии. Я бы обратил внимание на процент с игры. Причем, причем. У Энергии ни одного подбора на чужой щитки. Ну, как мы видим, вся Волога ставит спину. Вплоть до маленьких игроков. И, честно говоря, при такой позиции очень тяжело выиграть подбор. И пополам. Я смотрю. Ну, как трапки подбивали. Чем-то не стоять. Восемь раз. А Энергия Иванова не раз. То есть, это говорит о чем? Что игрок не успевает в защите, да? С другой стороны, мы видели всего пару проходов в исполнении игроков Иванова. Ну, они там набрали полы-то командные. И, может быть, эти команды, которые пробивались. Где-то, как мощами. Обращу внимание, какие на процент с игры. 30% у Энергии, это 6 из 20. И 47% у Вологды, 9 из 19. Да, и уже 4 из 9 3-х очков. То есть... То есть... 4%? Да, просто в играх Иванова в 10, в которых они проиграли, процент был ниже 35. 35? Да, поэтому... Вот-вот начинает стартует вторая четверть. По стрелочке начинает Чеваката. Да, у нас одна замена в Вологде, а Олеся Малашенко вышла вместо Кристины Аликиной. Это единственное отличие со стартовым составом команд. И сразу же Олеся бьет средний. Ой, и какой мяч достался, да, Джессики Девинфорд? Пошла на подбор она? А потому что Ольга Жыжгова уже видела мяч, а в спину же не поставила. Отличный перехват. Света Маркин. Вот там Света... Выбила. Помогла, так скажем. Поспособствовала перехвату. И вот пол, внушлание пол. Не сбивает на ногах. Мне кажется, Мария его запрос. Маша Черепанова, что будет? Курсик маленький. Скидка на периметр. И Света Махлина, не задумываясь. Бросает. Сеня Дезина. Первого, Куртова. Перехват. Да. Ой, как изящно прошла. И в одном прыжке просто добила Джессика. И набежавшая до Винпорта вправляет два очка в кольцо Иванова. 31-13. Мне кажется... Расчет преимущества, да? Растет. Мне кажется, слишком просто игрокам Волга проходить под кольцо Иванова. Ой, какая связочка прошла красивая. Мария Нишалыгина отдала замечательную передачу в кольцо Иванова. И то ничего не оставалось, как просто положить в корзину его. Вот пошло опять движение. Опять зона Иванова стоит. Да. Но Волга очень легко находит свободного игрока. Вот какая скидочка изящная. И шага! Замечательный бросок. Красиво подвешивает мяч, это цветом Афлина, да? Да. Очень интересная техника на входе. Она часто делает какой-то навес, я бы даже сказал, да? На опережение, чтобы не успели ее накрыть. А тем временем Ксения Зезин ответила двумя очками. Зезин начинал сезон в Глоре, насколько я помню. А сейчас уже получается играть второй матч в премьер-лиге. Пришлась ко двору, похоже, да? Отличный пас на Марию Черепанову под кольцо. Но вот она та же с Зезина перехватывает мяч. И что она будет? Пойдет в проход, пойдет в проход и тоже навесила, практически забила. Но чуть-чуть не хватило. Лори Мор с мячом, остановочка, бросок. И там Олеся Малошенко против маленького игрока, подбирает и добивает. Лори Мор видела эту ситуацию, что на подборе никого нет, без защиты, из гостей. Зезина, Ольга Жужкова. Через вытянутую руку Девинфорт не так просто отправить мяч туда-либо. Маша Черепанова. Ждет схода. Очень близко к Марине Шалагиных не играет. Отличный заброс на Джессику. И два засчитывает судья. Уже, по-моему, четвертая или пятая ситуация, когда дневно зацены размен. И Джессика остается одна против Маликова. У Веры Лоскутова это третье персональное замечание уже. Ну что здесь могла сделать Вера Лоскутова против Джессики Девинфорт? Ничего, это размен большого в Маликова. Валить-то не всегда успеваешь. Большой игрок иногда даже не чувствует на себе веса маленьких игроков. Попадает Джессика. Еще 38-17. С 21. Да, резкий такой рывочек сделали. Чевакатовские пчелки. Вера Лоскутова, три очка. Хорошо летел мяч, такая траектория была хорошая. Но в дужку ударился, отскочил в сторону. Да, и Олеся Малашенко подобрала мяч и отдала Лори Мор. Джессика с мячом, пробежка. Пробежка. Смена опорной ноги и замена в составе энергии. Номер 11-й Ольга Киселева. Она поменяла у нас Наталью Дороских. А нет, нет, нет. Она меняет Ксению Зейзину. Видимо, почувствовал Евгений Снегирев преимущество в подборе. Да, увеличивает рост своей пятерки, выпуская Киселеву. Не так-то просто. Решила атаковать с ближней стороны и, в общем-то, легко, достаточно легко накрыла этот мяч Олеся Малашенко. Да, 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 Олеся Малашенко ее. 8 секунд остается на атаку. Видит ли это энергия? Вера Лоскутова с мячом. Я думаю, там есть кому подсказать. Шалдыгина. Киселева бросает. Ольга Жижкова там боролась на подборе и чуть-чуть ей не хватило, чтобы овладеть. Достаточно много играет Ольга Жижкова, да? Ну, доминирующий центр. Да, основной, я думаю, доминирующий центр. Не успевает. Не успевает на ногах чуть-чуть. Причем сейчас опасность. Джессика же обладает и средним броском. И Ольге очень сложно противостоять. Если Джессика покажет на бросок и Ольга сократит дистанцию, то Джессика спокойно пройдет, что сейчас продемонстрировала. Ну, вот сейчас совсем легкий состав у Иванова, я смотрю, поменяли Ольгу Жижкову. И, я так полагаю, в центре играет Ольга Киселева сейчас. Отвечает заменой Ольги Александровны. Выйдет Ульяна Шулепова и Кристина Аликина. Дороских. Буримор забирает отскок. А даже Дороских успевает сфалить ее при быстром переходе. Хотя там уже получался отличный отрыв 3 в 1, 3 в 2. Хороший фол. Четвертый командный фол уже. Ну да, своевременный такой, правильный фол, я бы сказал. На мячем за 5 минут уже 4 команды. А у Чуваката не одного. У Чуваката не одного, да. Лори Мор с мячом, Кристина, Шулепова и Света Махлина. Отлично двигает мяч Вологда. И опять подбор. Какая борьба. И молодец, Уля Шулепова пошла на подбор с периметра в этой ситуации. Да, она первая была на мяче, надо сказать. У нас были 3 игрока Чуваката. Ну и по-моему 3 игрока Ивановских. По-моему 2. Вот-вот-вот, сейчас хорошо все видно. 3 на 3, да. 3 на 3. Далее Ежова. Там выписывает кренделя такие с видением. В стиле Бэкки Хэмон, я бы сказала. Ежова начинала сезон тоже в составе Вологодской Чувакаты. Милана Сумет. Ох, какой мяч. Казалось бы он уходил в аут уже. Да, Оля Киселева пошла, мяч нашел я. Она забивает 2 очка. 40-19. Закончу мысль про Ежову, да? Да. Что даже портрет ее висит под сводами дворца спорта. Но перешла в Вологодскую из Чуваката, перешла в Энергия Иванова. Очевидно за игровым временем. Ага. И этот переход, я думаю, что себя оправдал. Оправдывает. Молодому игроку нужно наигрываться. Сколько обманных движений было. Света Махлина. Лори Мор. Ох, сложный пас. Ульяна Шулепова, Кристина Аликина. Улья Шулепова. И пол. Да, два штрафные. Призаменам в составе Голода выходит Киселева, Голкова и Катерина Кейру. Дабл-тим такой, очень активный на Ульяне Шулеповой изобразили баскетболистки Ивановской Энергии. Два штрафные. Ну, конечно, важно не сфалить. Потому что зажали игрока в углу. В принципе, надо было ждать только паса. Очень спокойно и уверенно выполняет штрафные Ульяна Шулепова. Про таком близком контакте сложно не сфалить. Согласен. В составе Чиваката практически все отметились забитыми очками, не считая Киселева, Аликина и Волкова. Вот эта очка от Кижовой. Кстати, в игре домашней, когда Иванова играла с Динамо, она дома забила 7 трехочковых из 11. Отлично. Так что, если пойдет, то это будет не так-то просто, я думаю, остановить его. Тем более, что матч, как обычно, принципиальный. Да. Очередной фол на дриблинге. Хотя Кира пробивает. Не очень довольна первым промахом. Второй точно. Второй попадает. И 43-21. За 3.40. Произошел неравноценный замк. Разбер. Итарь Ежова, маленький игрок, успевает на средний отбок. Подбирает. Илана сумет. Проходит. И перехват Кати Кейру. И двое против одного. Нет, я думаю, будет долгая атака сейчас. Остановились. Будут разыгрывать, я думаю. Катя Кейру сбрасывает на Елену Волкову. Ульяна Шулепова. На подборе там подбирает номер 15 Елена Кривошеева. Сейчас, по-видимому, будет более долгая атака в исполнении Иванова. Да. Миланус сумет. Три очка. Ну, такой бросок, мне кажется, как-то... Конечно, мы не можем, если он понравится на пол. Согласен. Плюс отметим, что спину не поставили игроки Вологды. И... Елена Кривошеева могла наказать за эту оплошность. Зона по-прежнему, да, у Иванова стоит? Я так понимаю, что это интересная зона 1-3-1. О, Кристина Аликина какой мяч там, да, выцарапала? Оказалось, уже вроде защитник перехватил. Но Кристина так подсуетилась. Оказалось, что она на месте. Кристина играет до конца. Ну, выцарапала мяч и... Гаврилисов в проходе. И Юлия Киселева там выбирает мяч на ней. Валит Елена Кривошеева. Елена Кривошеева. Это первая командная замечательная. Замена Санта Иванова, Елена Новикова. Выходит вместо Киселевой. А тем временем Юлия Киселева будет пробивать штрафные. И весь зал замер в ожидании. Да. Мы знаем, что у нее не очень получается. Мы знаем, как напряженно она работает. Да, мы знаем, как напряженно она работает. Над этим компаньоном. Причем на тренировки она попадает... 70 и 100. Да. Кристина Аликина отличный подбор нападения. Какая борьба, какая борьба. Аплодисменты. И куда переходит Владимир? Владимир Володим. Вот он наброс и в одном прыжке. Как красиво все было исполнено. Несколько волейбольных таких элементов было, да? Сейчас вот эти отстоки. Да, да. Одно касание. Дарья Ежова. Ах, не попадает. И там на подборе как боролась Милана Сумец. И судьи свистят пол Юлии Киселевой. И за две минуты до конца второго периода это первая команда Ленову. Иванова будет вводить мяч из-за лицевой линии. Милана Сумец с мячом. Двоечка там пытается сделать Дарья Ежова. Тут же бросок. Кристина Аликина берет подбор. Катя Кира в роли первого номера. И Елена Волкова три очка. По-хозяйски приняла мяч. Развернулась в кольцо. Оценила ситуацию. Смотрела. Никого нет. Заряжай. Все. Ты допустила бомбу. Дарья Ежова. Милана Сумец. С Кривошеевой Дарья играет двоечку. Пас. Две секунды остается. Успевает выбросить мяч. Но мяч, к сожалению, не касается. Душки. Пролетает сквозь декор. Тяжелая, безопорная ситуация была. Ну, в общем-то, сами себя загнали. Баскетболистки Иванова, да? В эту ситуацию. Очень долго разыгрывали. И нападающим пришлось выпускать мяч вообще, находясь, балансируя в воздухе. Ульяна Шулепова с мячом. Юлия Киселева. Перевод на Катю Кейру. Ох, какая скидочка, какая скидочка прям. Уже на скамейке запасных были готовы принять этот мяч, по-моему, Сергей Мухаев с Владимиром Корошениным. Но удалось довести атаку до реализации. Волкового угла. И в холл Елены Кривошеевой снова отправляет Юлию Киселеву на линию штрафных. До большого перерыва остается 35 секунд. Болельщики кричат «Давай, Юля!» Браво! Новиково с мячом. Лежова. Шулеп. Нашли Гаврилецу и на Гаврилеце там фалит Ульяна Шулепова. Пытался разобраться один в один. И терял на пружинку. Ульяна Шулепова, тема и бога. Вот мы смотрим повтор. Как Гаврилеца. Ну, нашла вконтакте, и она этот контакт-то искала. Первый не попадает, и остается 17,9 десятых на этапе у Чеваката. Еще один, еще один. Раньше времени вышел игрок. Из Володы Чеваката. Еще один штрафной. Катя Кейру там прихватывает ее, но она видит зрячий, зрячий, зрячий. Вот так. И получите, получите, как разглядали. Когда кого-то где-то прихватывают втроем, совершенно очевидно, что кто-то двое остается совершенно неприкрытым. Дарья Ежова на последней секунде бросает и попадает. Три очка. Какая концентрация. Она была готова, прям как заряженный этот снаряд. Пам, столько, и все, и вылетело. Закончилась вторая четверть. 52-24. Плюс 28. Светлана, что вы скажете по второй четверти? По второй четверти? Ну, я скажу, не считая последнего попадания, наверное, Дарьи Ежовой. Всего забили сколько? 8 очков, по-моему. Сейчас нам принесу статистику, мы посмотрим. Бросали много, но я не говорю, не считая трехочкового. То есть получается... Мне кажется, всего 9 очков. Нет. Было 13, стало 24. 11 очков. 11, согласен. То есть 8 было и плюс трешка на последней секунде, получилось 11 очков. А так, в принципе... Вот нам принесли статистику, смотрим. Подборы. Чуть-чуть подтянулись. 16 подборов стало у Иванова. И три из них уже в нападении. Да, три из них в нападении. У Вологды 29 подборов. Процент попадания с игры увеличился у... Нет. Нет, увеличился, поднялся. Да, 51 процент. У Вологды Чиваката 19 из 37. И еще меньше стал был... 30 процентов, да, стал 28. 11 из 39. То есть девчонки много бросают, но... Не попадают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Первую половину Очень активная игра На фоне усталости получается, что уже Не тот процент Причем бросали чаще, чем игроки Вологды Сколько бросков? С игры 37 попыток у Чевакаты 39 попыток По подборам какая у нас картина? 29 Подавляющее преимущество Вологды Все, что бросала энергия Все это практически трансформировалось В подборы Волгды В частности, Лори Морд 5 подборов Кристина Аликина 7 подборов 3-4 подбора У Барановой и Девинпор По фалам Никаких проблем особенных нет У Вологды У энергии 3 фала у Лоскутовой Веры И по 2 фала у Гаврилицы Кривошеевой Кривошеевой И Ольги Жужковой Ну и по забитым очкам В команде Волг Чевакаты отметились все Что понравилось по первой половине? Мне понравилось очень Ну, во-первых, скорость, которой команды начали эту встречу Да, очень активно Передвижение Очень много движения в нападении С открытым таким забралом, я бы сказал, да? Да Мяч мне понравилось, как ходил Очень быстро, как бы, рационально И очень много И всегда находились свободные броски Да, что у одной команды, что у другой Защита Оставляет желать лучшего? Или послушаем комментарии Да, сейчас после большого перерыва выйдут команды Мы возьмем кого-нибудь И да, я надеюсь, что Нам дадут кратенько Нам дадут кратенько И зона И персональная Зачастую играет от получения И, как мы видели Ивановы не знают, как преодолеть Скрыть этот замок Ну, и, конечно же, нападение Прекрасный розыгрыш Против всех видов зоны Вот Также отмечу Что, мне кажется, как-то слишком Несогласованы Действуют игроки Иванова Потому что очень много было Острых взаимодействующих передач Именно по вертикали С трехочковой и внутрь Как мы видели, много красивых пасов И Кристина Аликина выдавала И Екатерина Кейрова Когда игрок оставался Просто один под кольцом Нужно было только не промахнуть Нацеленность на игру вовнутрь Я скажу, что мне понравилось В первой половине Мне вот нравится больше всего Наша комментаторская позиция Потому что мы практически На полтора метра Находимся выше Выше всех? Да Ну, не считай зрителей Да, да, да И здесь Нам все видно Шикарный обзор Да, да Я хочу выразить Еще раз хочу выразить Благодарность Говорцу спорта Работникам, директору И вообще всем-всем Обслуживающим персоналу Который прям с душой Относится к нам Зрителей довольно-таки Много в зале Мне кажется, Волоку так славится Что на их матчи ходят И в будние дни Насколько я знаю, что даже С работы пораньше Людей отпускают Чтобы... Да, вот нам показывают Повторы Так в одном прыжке Это забивало Кто у нас? Джессика Джессика, да У меня была серия таких моментов Проход Маши Черепановой А это, наверное, тоже момент Изящный такой И на забивании Джессика И еще раз показывает Нам тоже Очень красивый пара Убашеншая стартовая скорость У Черепановой Я бы так Позволил себе Вот такую оценку А это Забивание Олеси Малошенко Не опуская рук Это Лори Мород Забрасывала Вот делала Наброс на кольцо В расчете Я подозреваю, что именно На быстрые ноги И быстрые руки Олеси Малошенко Так, это отличный паз На Джессику Девинфорд И левой ручкой Проски вернулся В трех таких моментах Убавила А ей ничего не оставалось Ну вот 61% Двухочковых Демонстрирует Вологда В первой половине Львиная доля Этих бросков Мне кажется Это без сопротивления Из-под кольца Вот на входе Один из таких бросков Как раз Вообще свободный Просто игроки Не разобрались В защите С противоположной стороны У энергии 35% Средних Потому что Многие средние броски Энергии Это были Последние секунды Владения Не подготовлены То есть игроку Ничего не оставалось Как выбрасывать мяч В сторону кольца То что касается трешек 36% Демонстрирует Вологда Немногим более Печальная картина У Иванова Всего 15% 2 из 13 Штрафные Вот посмотрите Штрафные Иванова програла Всего лишь 2 раза Это говорит о чем Что не так они активны Или как ты думаешь В чем проблема Чисто справляется Мне кажется Вологда В защите Да Потому что Превосходит В росте И очень много Перехваток Я бы сказала В защите Они иногда Даже не успевали Произвести атаку Потому что Защита Предугадывает Мне кажется Мы не видим Что мало прохода По дивану Очень тяжело обострять Потому что Очень плотно Но они Играют Очень долго Разыгрывают мяч Практически 24 секунды Всегда То есть не торопятся Я думаю Может быть Это указание Тренера Не торопиться Вполне возможно Нам показывают Повторно Как там Кристина Аликина С тремя Защитницами Боролась И вот возможно Сейчас у нас Первое интервью С тренером С помощником Тренером Команды Владимира Крашенина Что в последнее время? На мой взгляд В последнее время Она болит Стала Капризич Священно В последнее время Потом 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 Показывали Как Слушай Да не мешает Отлично Передать Екатерину Кейру На Юлию Печелева Товарищ О чем мы отмечали Очень легко Получает Игроки Володцы С кольцом И очень хорошо Видит Не жадничает И отдают Игроки Не можем Выделить Какого-то Одного Разыгрывающего Который Любой Игрок Может Режиссер Показывает А это Трехочковый Бросок Дарья Ежовой На последней Секунде Показывает Такие попадания Конечно же Немножко Убивают С одной стороны Не то чтобы Убивают Психологически Смотря с какой Стороны Смотреть С точки зрения Волобе Конечно Обидно Ивану Мне кажется Это Хороший Задел Девчонки Давайте Мы еще Поборемся И В принципе 28 очков Ничего не потеряно Я бы так Не сказал Потому что Существенная Разница Но Как мы знаем Недавно Например Бостон Селфи Сиграли С Орландо Мэджик Проигрывали После первой Полны 27 очков И в итоге Выиграли Девчонки 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 Евгений Григорьевич Тегирев Главный тренер Команды Энергия Иванова По первой Половине Всем ли довольны Все ли идет По плану Ну Счет Конечно Разница В счете Большая Мы не ожидали Такого Что будет Столь Ощутимый Перевес Именно в очках А что касается Самой игры То мы Сегодня Хотим Разнообразить Наш тактический Арсенал Мы пробуем Играть Разные виды Зонной защиты Мы пробуем По разному Действовать В нападении И если бы Чуть-чуть Не хватает Смелости В завершении Потому что Нервные Какие-то Дерганные Броски Которые Естественно Не приведут Процент попадания Очень маленький В остальном Нормально Хорошие игры И удачи В второй половине Сейчас вот Мы видели Интервью С тренером Энергии Иванова С Евгением Снегиревым И Судьи Дают Свисток К началу Второй половины Просят Выйти Стартовую Пятерку На площадку В составе Вологды На Света Махлина Лори Мор Джессика Девинпорт Мария Черепанова И Олеся Малошенко Стартовая пятерка У Иванова Номер 15 Елена Кривошеева Номер 4 Вера Лоскутова Номер 17 Елена Новикова Номер 13 Марина Шалыгина И номер 23 Наталья Доровских Иванова выносит Мяч Начинает Отличный розыгрыш Забывает Елена Кривошеева Под кольцом 52 26 Маша Черепанова С мячом Да Опять зона Мы знаем Что из зоны Вроде как Легче бежать И вот Перехват Перехват Елена Кривошеева Перехватила мяч И Вера Лоскутова Отправляет Марина Шалыгина С мячом Хорошие резкие движения Смена Ритма Но ремонт Шестой подбор берет Маша Черепанова Хотела набросить Олеся Малашенко Но чуть-чуть низковато Мне кажется Перехватила Елена Новикова Мяч И Наталья Доровских В проходе Пошла И ничего не оставалось Кому? Маша Черепанова Свалить Это первый фол Маша Черепанова Я так понимаю Мяча за защиту Нет Нет Она не попала Нет Она не попала Два Из двух Бьет она Первый Мимо Второй попадает И по-моему 3-0 Начало Третьей четверти 3-0 В пользу Ивановой Вот пытаются Прихватывать Они Слегкостью Сильно не напрягаясь По-моему Перебросила Передачу Маша Черепанова Света Махлена Света Махлена Боролась И вынудила Иванова Как бы Выбить мяч Вау А мы сейчас посмотрим 24 Значит группу Иванова Овладела мячом Нет Нет Потому что был бросок И вот 3 очка Олеся Малошенко Шалдыгина С мячом Двоечка Там пыталась С Кривошеевой Даровских Джессика Девинпорт Подбирает мяч И отправляет Лори Мор В отрыв Маша Черепанова С остановочки И 2 очка Практически На одном дыхании Да так Лена Новиков В затяжном проходе Ау Чуть-чуть аут был Ну хорошо там боролась Лена Кривошеева Да Мне кажется Мы все чаще Видим Когда С Кривошеев Взбивается На индивидуальные действия Нападение Ну я думаю Защитники навязывают Опять же Такую борьбу Индивидуальную То есть Нападение Мне кажется Может быть Что они могут Обыграть Джессика с мячом Лори Мор Перевод На противоположную сторону Да Свете Махлиной Олеся Малошенко Света И Света я думаю Будет бросать 3 очка Вера Лоскотова Подбирает Ох Ногой 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 Сыграла Любой ценой Курьезный такой Да Курьезный момент Не отдать мяч Врагу Если не мне То никому Вот Показ нам Повтор Евгений Снегирев Говорил о том Что будет пробовать Разные методы защиты Во второй половине Ну вот Пока мы видим Что стоит зона У Иванова Мы уже видели По-моему Два типа зоны Да 1-3-1 Которая является В детях очень часто Играет 1-3-1 В детях Твои дети Свет играют 1-3-1 Да Играют 1-3-1 Мяч остается У Вологды Наброс С Джессики Там Олеся Малашенко Приходится палить Номер 23 Это по-моему Наталья Доровских Второй персональный пол Борислав Вы же тренировались С Вологды Какое-то время Сколько вариантов Комбинации Выноса С лицевой Есть Потому что Мне кажется Каждый вынос Он строго индивидуальный Нет Ну существует Спец ситуации Во-первых Когда остается Там мало Мало времени Когда нужно Там провести Быструю атаку И так далее И существует Много вариантов И Простых Марина Шалыгина Три очка Кому Квета Махлина Какой красивый мяч Все-таки Я не могу Избавиться От ощущения Что Издевается Над соперницами Светлана Махлина Исполняя Вот такие Цирковые трюки Знаете Интересная Замена Пятерка на пятерку Евгения Снегирев Как В НСАА Принято Произошла 61-30 В прессинге Лори Мор Одна На тяжелой половине Милана Сумец Дарья Ежо Милана Сумец Бросает Три очка Там Света Махлина Овладевает После подбора Света Махлина Олеся Малашенко И там Милана Сумец Какие хорошие Моросковые ситуации Возникают У Вологодских Чувакатов Да Свободная Не раздумывай Света Махлина Бросает Попорол Олеся Дарья Дарья Ежова С плечом Милана Сумец Двоечку С Киселевой Ольга Жушкова Там поборолась Не выключилась Из игры Дарья Ежова 9 секунд Остается На атаку И не видит Мне кажется Не видит Ну и там Блокшот Джессики Девинпорт Дождалась На этого момента Просто вычеркнули Терпеливо 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 Причем А вот Ольга Жушкова Не дождалась Дреки полу Ольги Жушковой На стае Вологда Выходит Елена Баранова Вместо Олеси Малышенко Мавтор нам Показали На каком Высоком уровне Был Накрыт Бросок Вот этот Маша Черепанова С мячом Еще перевод Как быстро ходит Мяч И опять Свободный Бросок Вот это Как раз И есть Работа На тренировках Саша Которую Ты спрашивал Несколько Минут Назад Милана Сумец Мячом Киселева Да Ох И Джессика Джессика Как ускорилась За этим Мячом Подхватила Лори Мор Да Там Поддержала Подругу По команде Подхватила Этот мяч И замена Юли Киселева Меняет Джессику Джессика С улыбкой Покидает Площадку Под аплодисменты Сорвала она Своим Перехватом Посмотри Как на табло Выглядит Результативность Вологодской Чувакаты Чеографы Да Мы говорили Об этом В перерыве Что они Все отметились Забитыми очками И вновь На линии Штрафных Бросков Юли Киселева Это четвертое Персональное Замечание Ольги Жушковой Но не меняет Ее Евгений Снегирев Ух Маша Черепанова Как там Одна Против Двоих Отборолась Подобрала Мяч И Три Очка Уверенный На чужом Щите Заработала Право На бросок Да Гаврилица Кривошеева На Ежову Ух ты Какая борьба Там И замена В составе Вологды Выходит Катя Кейрова Елена Волкова И Александра Столяр А в составе Иванова Это номер 12 Наталья Васильева Из-за лицевой Будут водить Энергия Иванова Как плотно Играет Да Защита Практически На последней Секунде Выбросили Мяч Они Даже на последней Доли секунды Да Гаврилица С мячом Ижова И пол Юри Киселевой Чересчур Мне кажется Она очень хотела Забрать мяч С очень плотной Защитной Столкнулась Мне кажется Энергия Сегодня Да Активная защита Поэтому и бросков По корзине Так мало Мы говорили об этом Что защитники Вынуждают Нападение Откатываться И 3 очка Забивает 64 33 За 4 минуты До конца Третьего периода При том Что игроки Которые выходят Со скамейки Они Этот высокий Темп защиты Поддерживают Да Давление На Чужую команду Так что Ивану Сегодня Несладко Приходится Я бы сказал Александр Столяр Второй пол Третья Командная Гаврилица И на подборе Там берет Очередной подбор Лена Баранова Отправ Ах Чуть-чуть не дошел Мяч до адресата Ольга Жужкова Берет После броска Подбор Отдает Дарья Ежова Дарья Ежова 2 очка Десятая очка Забивает Дарья Ежова Самая результативная В своей команде Знакомый зал Знакомые кольца Здесь все знакомые Я уверен Знакомые игроки Против кого она играет Да-да-да И болельщики пришли Я думаю Сегодня Катя Кейру Елена Волкова Александр Столяр В углу Ух Какой заброс На последней секунде 66-35 За 2.50 До окончания Третьей четверти Дарья Ежова Гаврилица Ольга Жужкова Нет, нет Не было касания Да Как Ольга Расстроилась-то После этой атаки Прессинг будет Ивану Скорее Показывают прессинг Обозначают Я бы сказала Зона стоит 1-3-1 На цели На Гаврилица На перехват Катя Кейру С мячом На Юлию Киселеву Мне кажется Сейчас будет Свободный бросок Да Вот он А чуть-чуть Не успели Чуть-чуть не успели Не считать Но очень такая Динамичная Атака была Как на блюде Выложили мяч Под атаку Юли Киселева К сожалению Время не закончилось Настолько Что они просто Потеряли Алла Гаврилица Что свистят Судьи Да Максим Корнев Там Чуть-чуть Ошибся Молодец Признал Свою ошибку Признать ошибку Это всегда Это по-мужски Да По-мужски Однозначно Жушкова Против Юли Киселева Елена Баранова Берет подбор Высоко Одной рукой Как цепила с Алла Гаврилица В этот мяч Лена Чуть-чуть Опустила мяч Буквально Да На какую-то секунду И тут же Защитник Ниже ростом Катя Кейру С мячом Александра Столяр Катя Кейру Елена Волкова 8 секунд Остается Поэтому Катя Будет сама Решать Безопорного Такого положения Но точно При этом Продемонстрировав Хорошую технику Дреблинга Ольга Жушкова Алла Гаврилица И пол на ней свистят Номер 4 Это Екатерина Кейру Это первое Персональное Замечание Сеня Зизина Возвращается На площадку В составе Иванов Возвращается Дарья Ежова Показывает комбинацию Сеня Зизина Сеня Зизина Проход Если бы прошла эта передача Было бы красиво Мне кажется Ольга Жушкова Не ждала Очень хорошо Нет, она Кстати, ждала Но чуть-чуть Ей защита Защита вынудила Как бы не точно Передачу А что-то сместилась Задумано Очень Прям хорошо Александра Столяр Катя Кейру Призывают успокоиться И встать на свои позиции Гороков Вологды Заброс Юли Киселевой Тут уже Трое Практически И кому дают Пол Судя Номер Номер 8 Дают Ксении Зизиной У Зизиной Это первое Персональное Замечание А Юлия Будет пробивать Ну аштабный Да Во-первых Она бросала Во-вторых Это уже Пятый командный И попадает Срывает Кучу аплодисментов Мне кажется Мне сам аплодирует За это время Да Александра Столяра Порывает И вот еще Одно попадание Юли Киселевой Благодарит она Этой передаче Александру Столяр Ксения Зизина Наталья Доровских Мимо Ах И Дарья Ежова Практически Овладела Мячом После подбора Чуть-чуть Не хватило Не рассчитала Скорость С передачи Мяча Мне кажется Там тоже Защитник помешал И передачи Чуть-чуть выше В этом Вот нам показывает Повтор Когда Александра Столяра Дала ювелирную передачу Конфетку Я бы сказала Юлия Киселевой Конфетки-то все Мы любим Да, Света? Да Лена Баранова Подбирает мяч И за этим Заканчивается Третий период Со счета 71-35 Впереди Волода Чаваката Ну, кратная преимущество В общем-то По каждому периоду Мы видим Ой, какие пчелки веселые Красота Скажем по статистике Чем запомнился А нам несут Нам несут статистику Отлично Вот и статистика Смотрим Ну, практически ровно Сыграли Третья четверть 19-1 О чем это говорит Ну, что выровнялся темп Может быть Обе команды Немножко успокоились Мы видели Что Иванова Там даже менялась С пятерками Да? Как в хоккее Пять через силу Пять зашло Да Ну, вот вижу Броски с игры 55 попыток Из них 15 Удачных У Иванова Это 27% И 50% У Чавакаты 52 попытки 26 реализовано Мне кажется Сейчас Вологда Каждую атаку Старается довести До верного Как мы видели Мериодически Это удается На последние секунды Когда Юлия Киселева Поразила Кольцо Очень хорошо Двигается мяч Очень хорошо Быстро Своевременно Вот в чем На мой взгляд В чем Вологда Превосходит Иванова Так прежде всего В движении мяча Вот показывает нам Свободный бросок Олеси Малошенко И точное попадание И еще раз Режиссеры Дают нам Эту картинку Хороший момент Почему бы Не повторить его Эту картинку Это вот С другого ракурса Плюс 36 Началась Четвертая четверть В общем-то В таком Тренировочном режиме Я думаю Что команды Будут доигрывать Эту сегодняшнюю встречу Гаврилица активно Начала Четвертый период Первый попадает Да Первый штрафной Два из четырех У Аллы И первые два очка Мы там Манч У Аллы Камри Опять мы видим Зону исполнения Иванова Зона 2-3 По-моему Да Ежова В третьем периоде Блеснова По-моему Да Набил Опять очков Патриак Очень уверенно Видели Сумасшедше Настроенную Эту игру Напомнил о себе Ольге Александровне Шинейкиной Кристина Аликина С мячом Ух Какая передача Александр Столяр Обидно Хотела у него Выносить мяч Но увидела Ольгу Журтову И ее длинные руки Вера Лосбитова С мячом Милану Сумасшедше Вера Лосбитова Алла Гаврилица Пробежка 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 И замена В составе Вологды Лори Мор Меняет Катю Катерину Кейру Хорошо защищалась Саша Столяр В предыдущей атаке Да? Нет И Катерину Кейру Александру Столяру А Александру Столяру Извиняюсь Катя Кейра Подошла Да Кольга Александровна Получила указание Вот пошло опять Очередное забегание Против зоны Кристина Видит она Катю Кейру Передача Свободный бросок И Милана Сумец Подбирает После этого броска Встала эту передачу Катя И Елена Волкова Два очка Двое вот завор Легко разыграли Спокойно Ничуть не нервничая А Вологда лично играет Киселева И Гаврилица Два очка Я кажется Мы видели в этой игре Первый раз Когда Иванова бросала Свободный бросок Как на тренировке Да? Алла собрала ноги Вот перехват Еще один перехват Аллы И два очка Четыре очка подряд 73-41 Ну мы видим Иванова встречает Где Чуть-чуть Не перехватили Ивановские И тут ничего Не оставалось Как они просто разыграли Кошки-мышки Или как собачки говорят Великолепное движение Иванова встречает Великолепное движение Мече Иванова Веселева с мячом Милана сумец В затяжном проходе В таком Катя первый разгоняет Три в два Не точная передача Не успевала туда Кристина И замена в составе Иванова Проверила скоростные качества партнерши. Номер 13. Марина Шалыгина вышла на площадку. И у нас готовится Светлана Махлина в эти замены. Ольга Жушкова. Средний бросок. Мимо Лори Мор очередной подбор. Да, там хорошо поставили спину. И Лори Мор просто пробежала мимо и забрала этот подбор. Олеся Малашенко. Интересное решение перед этим Кера приняла. Она могла сама, да, пробить. У нас там такое пространство было. Кера Лоскутова, да. С отклонением. С отклонением, так, немножко по-мужски затянувшись. Ой. И почти перехватила. Нет, перехватила, перехват, перехват. Малла Гаврилица. И Вера Лоскутова там стояла. Просила, просила, да. Надеялась. Умела право. Он отработал отрезок до этого, перехватила, да. Елена Волкова. Ой. И опять Елена Волкова. Пас на Кристину. И Кристина, два очка. 77.43 за 6.20 до конца. Я думаю, игры. Еще одна замена в составе Вологды. Ульяна Шелепова готовится выйти на площадку. Лоскутова, Вера Лоскутова. И что, 30 секунд? 30 секунд. А, очень долго там открывалась Ольга Киселева. Нет, открывалась там она нормально, долго ждала передачи. В обеих командах замены. У нас ушли Вологи, Светлана Масловна и Ульяна Шелепова. Мы видим пресенку в исполнении Иванова. Да, это уже не обозначение. Да. И замена, у нас еще Джессика Девинкорт меняет Олеся Малышенко. А в составе Иванова вышла Дарья Ежова, Елена Новикова и... И все. Два игрока, мы смотрим. Ульяна Шелепова, Света Махлина. Не бросала хотя. Помогла. Ну, то есть существует в командах игровая дисциплина? Лори Мор будет выносить мяч из-за боковой линии. Я думаю, очередная заготовка какая-то. Ульяна Шелепова пыталась там забросить Лори Мора отдать. Ой, Джессике. Хорошо Жужду занимает ситуацию в защите. Ух как! Замаскировала Света Махлина в эту передачу максимально возможно, да, мне кажется? Да. Марина Шалыгина с мячом. И фол нападение Ольги Жужковой. Это пятый фол, да. Ольги Жужковой, это пятое персональное замечание. Очень долго она вылавливала игрока. Лори Мор получает мяч и легко разбирается с защитниками. Переходит на... И Света Махлина. Демонстрирует свою образцовую работу правой кисти. Скорее, уже была команда и будет нападение. Очень эклиптичный проход, но... Марина Шалыгиной? Да, насколько нацелена была Марина, да, на взятие кольца в этот раз. Света Махлина. Как могло быть красиво. Фижоу с мячом. Ну, уже так... Не так быстро. Варина Заслон наверху. И Силёв в проходе. Силёв в проходе и Лори Мор. Ну, еще там была Джессика на подстраховке. Чуть-чуть не разобрались, я бы сказала. Подскажи, Джессика, что она встречает игрока. Я думаю, Лори Мор бы не болела. Что такое? Замена. Или на барану вместо Кристины Аликиной. Недовольна что-то Кристина Аликина. Укол. С площадки. Марина Залагина с мячом против Джессики. Ищет партнеров. Ой, Елена Баранова перехватывает какой мяч. Показывает технику дриблинга, да? Неплохую. Активно, активно, активно. Как можно ближе пытается. Зашкаливает сегодня здесь желание защищаться у Дарьи и Ежовой. Первый фоллов у нее сегодня. Света Махлина, Лена Баранова. Входит Ульяна Шалепова против нас внизу. Свободный бросок. И Лена там на подборе. И еще один подбор. Джессика, к сожалению, не пошла. Осталось стоять. Она, наверное, думала, что Лена завертали. Омега-Селена Баранова спит и Дениса Робана боролись за мяч. Лори Мор берет подбор после броска Киселевой. И такой славный проход. Аплодисменты зала. Да, красиво, конечно, красиво. Красиво. Мне кажется, Лори Мор так завелась немножко по-спортивному. Прям вот видно. Да, да, потому что и 3-го, и 4-го, и 5-го игрока. Где они? Давай, иди их мне сюда. Ульяна Шалепова. И подбор. А, там оставалась секунда. Поэтому такой бросок был у Ульяны Шалеповой. Мне кажется, будет проход. Нет. Дороских. Проходе, ух ты, на подбор. Там пошла Лена Новикова. Лена с остановки. Еще один подбор, и на ней же холл. Номер 14. Это Дарья Ежова. Второй холл у Дарьи Ежова уже. Лучная площадка Лена Кривошеева и... Ксения здесь, здесь Дина. Ах. Касание было, да? Да, касание было, мяч остается у Вологды. Почти 40 очков разница, да? 82-43. На 2-40. На 2-40. На 2-40. Игра ногой. Волга выбрасывает с боковой. 16 секунд нашли Джессику. И на Джессике тут же Волга Елена Кривошеевой. Ничего не оставалось, да? На ниже ростом Джессике. И я думаю, по габаритам они немножко в разных весовых потепорах. Конечно, преимущественно, очевидно. Первый. Точно в цель. И второй точно в цель. И вот замена в составе Волга Чаваката. Готовится выйти Елена Волкова. Анатолий коробский. Очень много поспешных бросков. Прям на 2-3 секунды, я бы сказала. Там только переходит площадку. Я заметил, что как только у Натальи есть... Возможность? Да. Вот какое-то пространство. О, какой заброс. Какая передача великолепная Лена Баранова. И Джессика забивает 2 очка. Последние 2 минуты пошли. Интересно, успеют... А, успеют игроки выйти, успеют. Вот она остановка. Пол Ульяны Шулеповой. Наверное, чтобы сделать замену, да? Да. Да. А счет тем временем 86-43. Двухкратное преимущество. Двухкратное преимущество. Может, ты счет по игре, я бы сказал. Я тоже, да, сказал бы, что счет по игре. Но, верно, что мне нравится, Ивановы не сдаются. Они все равно пытаются вести свою игру. И это очень здорово. И это правильно. Подбор, какой Новикова Елена собирает. Бросает. Я уже даже бросила. Но Юлия Киселева подбирает. Елена Баранова несется в отрыв. Флори Мор. Ульяна Шулепова. И три очка. 89-43 за минуту 24 до конца. Проход. И Елена Баранова. Попыталось счастье в длинном проходе. Наташа Дороски. Первый фоу Лены Барановой. Третьих, четвертой команды. Преимущество в скорости. Да. Поэтому пространство было. До этого несколько раз она пыталась броском обыграть. Да? Да. Играла от броска. Мне кажется, против Елены тяжело занят. И второй точке. В очереди 45. За минуту 15. И опять Лена в роли разыгрывающего. Быстрая перепасовка. Ух, какая передача. Волковой. Подбор Новиковой Елены. Дарья Ежова. Ксения Зиньевна. Чуть-чуть не хватило. Почитывая, что сразу мяч не перевели в трайд, потому что времени осталось мало. Ой, Елена Волкова одна. Одна. Юлия Кисляова входит. Будет. Елена Волкова с мячом. Ульяна Шулепова. Елена Баранова. Лори Мора. Обратный мяч нашел Улью Шулепову. И дрянька. Улья Шулепова мячом нашла кольцо. Потрясающее количество свободных бросков за счет хорошего движения мяча. Но не успевает защитник. Явно не успевает. Много сил отдано в игре. Ксения Зизина пытается обыграть Лену Волкову. Ох, какой. Димитрий Смелов. Я думаю, это последняя атака. 7 секунд остается. Будут бросать. Ирина Баранова, тревожный мяч. Нет, не последняя атака. Мяч перехватили, но не успели бросить. Со счетом 92-45 заканчивает эта встреча. В общем-то, преимущество одной из команд было очевидным в течение всех четырех периодов. Оно отразилось во всех практически статистических категориях сегодня. Мы видели это и в проценте бросков, и в подборах. По крайней мере, я не могу сказать, что игра была прокатурой. Была борьба на каждом участке, но перед нами финальная статистика. Что понравилось? Ну, прощается, опять же, что еще меньше стал процент попадания игры с Иванова. 26. Да, 26. Причем количество попыток практически одинаковое. 7 разбросили Иванова. Иванова. 71. Чавахата. 12 подборов у Лори Мор сегодня. 10 подборов у именинницы Лены Барановой. 7 подборов у Джессики Девинбор. 8 у Кристины Олегиной. Игра, за них втроем подобрали больше, чем все Ивановы. Ну и вот игровое время, в принципе, по счету, достаточно равномерно распределило сегодня Ольгу Шинейкину, да? Да, не считая там Александра Столяр, которая сыграла чуть меньше, чем остальные. И у Иванова тоже равномерно, не считая там Натальи Васильевой. На интервью кто нам сегодня будет интересен, кроме Елены Барановой? Кого вы хотели бы на интервью сегодня пригласить? Мне кажется, Дарье Ижову было бы интересно. Давайте, Дарье Ижову. Телезрители, может быть, сети зрителей, может быть, проявят активность в этом вопросе. А как мы это узнаем? Надеюсь, что я доживу до этого момента. Мы спросим у нашего режиссера. Мы спросим у режиссера, я думаю. Я бы хотела взять интервью еще, наверное, у... У кого бы ты еще хотела взять? Команда какая, Иванова? Ну и я бы, наверное, у Веры Лоско, который как капитана, может быть. Я согласен, потому что Биллоскинца везде. Играясь настоящим лидером. И отыграла практически одна из лидеров, не считая там Аллы Гаврилицы и Даровски, которые сыграли 21 минуту. Я бы еще хотел отметить, что количество потерь... В принципе, 17 у Иванова и 16. Да, то есть, в принципе, в среднем у Иванова 35, у Вологды 24, то есть теряли меньше, чем обычно эти команды. А я бы хотел отметить Юлию Киселеву. Посмотри, какой у нее сегодня процент. 100% двухочковый, не считая штрафных, 1 из 8, да, как бы процент упал. А сколько передач было? А сколько передач было, да. Ну, честно говоря, я бы взял бы у всей команды Вологды, потому что тут кого-то выделять, мне кажется... Ну, выигрывает команда, правильно, выигрывает команда. Не бывает, что отдельный групп там выиграл матч, это бывает, но крайне редко. Привет, к нам пришел юный друг, болельщик, сын Лены Барановой. Как тебя зовут? Миша. Миша. Что тебе понравилось, Миша, расскажи нам? Вы там так активно болели, Миша и Маша. Видите вы себя? Расскажите, что вам понравилось. Понравилось, как мама сегодня играла и забивала? Понравилось? Да. А что еще понравилось? Нам понравилось, что мама, что мама выиграла. Это здорово. Свой день рождения мама выиграла, да? А я сказала, мама, мамочка. Я тебя поздравляю, да? Я у няни сказала, няня сегодня маме исполнилась. 40 лет? 40 лет, и ей придется 40 свечек задувать. Как здорово. Вы же поможете? Да. Да. Если мама не сможет, да? Вы поможете. А у нас интервью с тренером, да, с Евгением Снегиревым. Нет, нет, нет. Евгений Снегирев, главный тренер Ивановской энергии. Что по сегодняшней игре скажете? Несмотря на вот такое вот преимущество, все-таки боролись? Да, это радует, что до конца мы пытались все-таки свои планы на игру выполнить. И моментами зонная защита успех приносила. Соперник долгое время тратил на подготовку атаки, иногда не успевал атаковать. Но болезнь, пока еще старая болезнь нашей команды, очень маленький процент попадания. Потому что много игроки раз выходили на бросок без сопротивления, но результативности не было. Вот это, надо с этим что-то делать, надо работать. Мне кажется, очень много сил в защите тратится, да. И вот может быть это какое-то следствие за собой тянет. Я не думаю, мне кажется, это больше в голове у игроков. Потому что, вы видели, замены были частыми, никто не... Уделенно. Да, да, да. Никто не переутомился на площадке. Поэтому то, что они иногда здорово играли в защите, это их прямая обязанность. А в атаке надо быть хладнокровнее, спокойнее. По Вологде кто понравился. Ну, вы знаете, вообще я очень... Если кто-то понравился. Да, я вообще очень симпатизирую Светлане Махлиной. Как бы, ее сегодняшняя игра, в принципе, мне показалась, что она была достаточно полезной для команды. А так ровный состав, каждый себя проявил. Поэтому такое преимущество в счете. В своей команде кого-то отметите сегодня? Неплохо Лена Новикова отсражалась в защите моментами. Опять же, моментами Даши Ижова, Вера Лоскатова. Но это моментами. А чтобы стабильно всю игру, к сожалению, никто себе не показал. Чтобы стабильно всю игру хорошо сыграть. Вот, кстати, пришли в команду Ежова, Зезина. Как это сказалось вообще на командной игре, на игре вообще Иванова? Ну, вот матч с Динамо показал, что и та, и другая могут брать на себя в решающий момент инициативу и добиваться результата. Ну, Даша сегодня тоже неплохо пробила трехочковые, нормальные. То есть результативность у нее нормальная достаточно. А Ксюша многое обостряет, и в этом ее сила. Так что они пригодятся нам еще на конец сезона. Большое спасибо. Удачи. Спасибо. А мы еще раз поздравляем Елену Баранову с днем рождения. И вот Маша хочет рассказать стишочек, поздравить маму. Давай. Скоро, скоро Новый год, он торопится и идет, постучится в двери к нам. Дети, здравствуйте, я к вам. Праздник мы встречаем, елку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, храпушки. Скоро Дед Мороз придет, нам подарки принесет, ягоды, конфеты. Дед Мороз, ну где ты? Здорово. А Миша знает какой-нибудь стишочек? Мишань. А, Миш? Если знаешь какой-нибудь стишочек? Ну, расскажи, поздравить маму. А сейчас, наверное, будет, я думаю, интервью. Ваша мама давать интервью будет? Мамочка сейчас будет. Да, будет мамочка давать интервью, мы увидим на экране ее. Посмотрим? Да. Давай, посмотрим. А верно, папа ее будет. Что папа будет ее спрашивать, задавать вопросы, а мама будет отвечать. Вот, все, мы увидели. Ну, интервью с именинницей сегодняшней. Я жду вопросы. Как тебе в Вологде, моя темноглазая? Вообще хорошо, болельщики, очень здорово все, команда мне очень нравится. Единственное, что хотелось бы результат немножко получше. Мы так закрепились на пятом месте, но хотелось бы в тройку пробиться. Я думаю, что это реально. С тем составом, который у нас есть, с тем желанием и с теми возможностями, я думаю, что это реально. Ну, и с той отдачей на тренировках, я же вижу, как вы работаете постоянно, я думаю, что результат придет. По сегодняшней встрече, в общем-то, какой-то тренировочный характер носила игра, особенно, ну, уже где-то к середине второй четверти. Или ты так не считаешь? Ну, я думаю, что тренировочность началась в четвертой четверти, когда мы стали наши новые комбинации играть, которые мы буквально разучили на днях, наши новые выносы. И очень мне понравилось, что мы засчитывали вот этот прессинг по всей площадке с отбором в центре. Мы это все проходили. У нас практически не было ошибок там 1-2. Я думаю, что это очень хорошая тренировка перед Арасом, потому что они очень агрессивная команда. Делают то же самое практически. Игра на 1-1, только еще жестче. И я думаю, что сегодняшняя игра нам будет большой подспорь. Даже много проигрывая, они все равно не сдавались, старались цепляться за каждый мяч. Ну, вот это отличительная черта энергии. То есть они оправдывают свое название. Они как бы всегда борются, всегда глаза горят. Они когда руки не опускают и борются за каждый мяч на полу, в воздухе. То есть по двое, по трое на мяч падают. То есть это очень импонирует. И такое желание очень радует. Я думаю, что у команды большое будущее тоже. Они достойны быть в Суперлиге. Кто-то кого-то отметишь персонально по игрокам в энергии? Ну, вы знаете, я особо так все ровненько сыграли. И как бы и в очках никто не вышел. Я думаю, что Дарья Ежова старалась особенно сегодня. Потому что это ее родной город. И она нам несколько трешек забила, таких для нас обидных. Но я думаю, что она старалась и перед своими зрителями хорошо сыграть. Ну, вот так. В своей команде кого? Отметишь кого-нибудь сегодня? Ну, вы знаете, нет. У нас все одинаково сыграли. Я думаю, по времени у нас все одинаково сыграли. И у нас было одно время, когда у всех, посмотрите, очки у всех присутствуют. То есть это значит, что никто не играет на себя. Все играют друг на друга. И у нас были атаки, когда все чуть ли не по два раза подержали мяч в руках, прежде чем дошло время делать до броска. Это говорит о чем? Что у нас, ну, как бы командные действия. Что у нас индивидуалистов, в принципе, сегодня не было. Именно это и всегда все специалисты отмечают в игре сегодняшней Чавокаты Вологды. Лен, еще раз, с днем рождения и присоединяюсь ко всем поздравлениям от РФБ, которые, наверное, тебе сегодня было приятно получить. Ну, я вообще удивлена была, что РФБ мне подарили такую красивую памятную планшетку. И, то есть от Чавокаты были подарки от команды, от девочек. То есть всегда очень приятно, когда тебя помнят, любят, знают и, как бы, восхищаются. Это очень всегда приятно. Будем восхищаться Еленой Барановой? А, еще болельщики, я вижу, что хотят поздравить Лену, если я правильно понимаю ситуацию. Можно прямо там? Да, можно в эфире прямо, да. Микрофон-то. Елена, поздравляем вас от всей нашей дружбы фанатского сектора, нашего фанатского сектора с днем рождения. Спасибо. Спасибо вам за чудесную игру, за сегодняшнюю победу. То есть двойной праздник. Вам спасибо, вы так громко кричите, вы нам всегда так помогаете. Вот, да. С днем рождения! И главный тренер вологодской команды Ольга Александровна Шунейкина. Лена сказала, что матч был хорошей проверкой перед Арасом. Я бы хотела, чтобы соперник был посильнее перед Арасом, если честно, да. Потому что, ну, единственное сегодня, что смущало, понятно, что в классе мы на данный момент превосходим соперника. Единственное, что меня сегодня смущало, я боялась, что они не смогут найти мотивацию определенную. И игра получится такая немножко вялая. Я этого боялась, но, к счастью, все сложилось более-менее удачно. Но хотелось бы, чтобы более серьезный соперник перед Арасом, чтобы проверить себя в игре с более серьезным соперником. По своей команде традиционно никого вы не будете отмечать? Ну, кого отметить? Ну, и соперник не тот, который... Я рада, что сегодня все смогли внести свой вклад, что я смогла дать время всем играть. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но, я так понимаю, никто не остался. Все ушли с очками. Кто-то больше на счетах отработал. Все внесли посильный вклад. Мне нравятся атмосферы, которые в команде, да, бывают. Хотя достаточно у нас взрывоопасная команда в этом году. Много людей с характерами, скажем так. Но мне нравится, что сегодня действительно команда была командой. Я не знаю, почему такое бывает. Бывает хорошо, бывает не очень хорошо. Но сегодня было хорошо с этой точки зрения, с точки зрения энергетики какой-то. Мне это понравилось сегодня. Пару слов о соперниках сегодняшних. Они все-таки боролись, несмотря на разницу в счете, не опуская рук. Конечно. Ну, я всегда, я с уважением с огромным отношусь к командам, которые сражаются, несмотря ни на что. Несмотря на, что счет на табло, и что, может быть, предсказуем, да, результат. С огромным уважением. И команду Иванова в том числе. И это тоже было ожидаемо, что после перерыва, проигрывая достаточно много очков, они добавят. Они действительно добавили в защите, в агрессивности. Где-то на грани фола все это было. Цеплялись, старались. Ну, так случилось, что на сегодняшний день, наверное, немного классом высшей команды, нашей команды. Ну, в характере им не отказать, они молодцы. Ну, и молодцы и мы с вами, я считаю. Конечно. Иногда себя надо хвалить. Если не сегодня, то когда? Сегодня хороший день для этого. День рождения у Лены Барановой сегодня, так сказать, на позитиве. Я пару слов скажу, да, на всю страну. Значит, я очень благодарна Лене Барановой, что она находится в нашей команде. Я очень рада, что она здесь. Я не всегда могу или в такие игровое время, или по каким-то причинам, опять же, я всегда оставляю возможность, что я, может быть, ошибаюсь. Но, несмотря ни на что, есть она на площадке или просто она на скамейке. Я точно это знаю, это чувствую, что она вносит очень большой вклад в результат просто тем, что она есть. Потому что, когда она пришла, она очень уравновесила. Она очень уравновесила, скажем так, вот тот микроклимат, который есть в команде. Да, потому что она авторитет для каждого игрока у нас, да. И действительно, просто я это понимаю. Кто-то это может не понимать, там, зрители или что-то. Но я, например, прекрасно понимаю, чувствую, насколько большой вклад ее вообще в то, что эта команда выглядит чаще. Как команда, а не разрозненный коллектив. Я это точно знаю. Значит, это я могу сказать любому игроку, и это всегда мое мнение 100%. Поэтому здорово, что Ленка есть. Здорово, что она помогает. На мой взгляд, она сегодня очень неплохо выглядела. На счетах точно, по крайней мере. Не все попало, хотя на тренировки, я поверьте, вот есть тренировки, на которых, ну, все, мы туда забиваем. Ну, ну, не сегодня, ну, пусть это будет чуть позже, ничего страшного. Оставим эти попадания на более важные какие-то решающие моменты. Да, 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 дай бог. Ольга Александровна, большое спасибо за участие в наших программах. На этом мы заканчиваем наш репортаж из города Вологды, который для вас провели бригада Бизона ТВ в составе. Ну, тогда я не буду говорить про состав. Ром, запускай клип. Состав сегодня на трансляции был традиционным. К нам присоединился, правда, еще Александр Ундасынов и Александр Шершунов. Вот их следует отметить. А с вами, уважаемые сети зрителей, я прощаюсь. От себя традиционно добавлю, смотрите баскетбол, играйте в баскетбол, и будет вам счастье. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok